Приветствую вас. Думается мне, что когда у человека есть, например, плохое самочувствие, когда человек чувствует себя как-то не очень комфортно, не очень хорошо. Думается, мне человек не ищет именно хорошего самочувствия как таковое. Мне кажется, что человек просто-напросто пытается найти причину того, почему он заболел, например, или почему ему как-то плохо и так далее. И мне думается, что если вы будете исходить именно из этого, а не будете пытаться, например, овладеть именно какой-то вот, может быть даже мифической уверенностью в себе и так далее, то вам будет от этого гораздо лучше. Поэтому начать нужно обязательно с того, чтобы постараться определить, что именно, что конкретно выводит вас из состояния, и состояние уверенности в себе. Что конкретно составляет ваша неуверенность в себе? Как она выглядит? Это самая неуверенность в себе. Вот мне думается, что начинать нужно с этого. Следующий пункт, о котором мне хотелось бы сказать, этот пункт касается значимости. То есть, чтобы вы почувствовали себя уверенность, нужно для этого что-то делать. То есть, нужно, чтобы вы приняли какие-то шаги для того, чтобы что-то делать. Нужно, чтобы увидеть результат от вашей деятельности. Понимаете? Понимаете, какая история? То есть, только, только, только если вы будете действовать, только если вы будете что-то делать, что-то такое, что конкретно, реально, будет иметь определенный результат, вы увидите, так скажем, обратную связь от своей деятельности. И соответственно, эта самая обратная связь от вашей деятельности, значит, приведет к тому, что вы будете более уверены в себе. По-другому уверены в себе в этом контексте, ну, то есть, вот, именно из, скажем так, вне, а по-другому не обрести никак. Это нужно понимать. Второй важный момент, который я хотел бы до вас донести, это момент, связанный с тем, что, значит, вы какие-то аспекты себе вполне возможно отрицать. Ну, то есть, вы считаете, что у вас каких-то моментов быть не может и не должно. То есть, вы, возможно, считаете себя неправе иметь какие-то недостатки, какие-то, по вашему мнению, минусы и так далее. Это, конечно, конечно же не так. Поэтому, давайте мы с вами сейчас, значит, для начала постараемся выявить, в чем конкретно вы себе не уверены и почему. Что составляет вашу неуверенность в себе? Опять же, по возможности, это нужно наиболее полно и наиболее конкретно. То есть, что и как составляет вашу неуверенность в себе? Вот. В чем вы не уверены и откуда вы это, собственно говоря, узнали? То есть, откуда вы узнали, что, ну вот, что это есть. Откуда вы узнали, что данный аспект у вас имеет от кого? Вот. С этим, конечно, тоже нужно работать обязательно. Ну, потому что менять нужно представление вам о себе. Если представление о себе не менять, то могут быть серьезные проблемы у вас. Вот, значит, составьте список того, что вы в себе принимаете, того, что вы в себе не принимаете и, собственно говоря, по какой причине. То есть, если вы что-то в себе не понимаете, то почему? И из-за чего? Вот. Я думаю, что это тоже очень-очень важно для того, чтобы было понятно, что вообще с вами происходит и как вам можно помочь. Ну, также обязательно вам нужно рассказать, возможно, психологу, с которым вы будете работать, да, вам нужно будет рассказать, что именно вы делали, для того, чтобы обрести уверенность в себе, то есть, что конкретно вы делали, что по факту вы делали, вот, как была построена ваша деятельность в этом контексте, в этом ключе. Вот. Я думаю, что это тоже будет очень-очень полезно для вас. Ну, а психологу, психологу это поможет понять более полно, более качественно, что именно происходит с вами. Короче говоря, короче говоря, постарайтесь сформулировать свой запрос. То есть, вот, чтобы у вас был запрос конкретно, что я хочу. То есть, вот, вот, я не уверен, да, если я не уверен, то я, ну, наверное, не уверен, не уверен, всегда в чём-то. Хоть нужно, соответственно, и определить, в чём именно вы не уверены, чтобы было с чем работать. Только так и никак по-другому. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что он был вам полезен, мой ответ. Надеюсь, он поможет вам расставить некие приоритеты своей деятельности. Я надеюсь, что вы сможете увидеть пути дальнейшего, может, ну, дальнейших действий своих, вот. И я надеюсь, что у вас появится, значит, желание сделать что-то для того, чтобы, значит, эта ситуация складывалась для вас позитивно. Я надеюсь, что вы будете двигаться в этом направлении, да, то есть, чтобы избавиться от своей неуверенности, избавиться от того, что мешает вам, вот. Но для этого, опять же, опять же, для этого нужно, чтобы вы рассказали нам более подробно, что с вами происходит, и как давно, почему вы испытываете подобное переживание, вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если понравился ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.